Восемь аварий с участием мотоциклов произошло с наступлением теплого сезона на дорогах города и района. Три человека погибли, двое пострадали. Причем виновниками ДТП в этих случаях стали несовершеннолетние мотоциклисты. В отделе ГИБДД призывают родителей напомнить детям о правилах дорожного движения, чтобы не допустить трагедии. К сожалению, родители, покупая своим детям какую-то мототехнику, то это может быть мопед, скутер, либо мопед для мотокросса, который вообще является спортивным снарядом и не требует никакого водительского удостоверения. Не объясняют своим детям правила дорожного движения. Дети переоценивают свои силы и возможности, в результате чего попадают в дорожно-транспортные происшествия, в которых получают травмы различной степени тяжести, иногда эти травмы несовместимы с жизнью. Инспекторы напоминают, что мотоцикл или мопед – транспортное средство повышенной опасности. Управлять им можно с 16 лет. Обязательно наличие водительских прав и шлема. На велосипеде выезжать на дороге можно, начиная с 14 лет или в сопровождении взрослых. При выявлении нарушений несовершеннолетними, если подростку уже есть 16 лет, то административный протокол составляется на него. Протокол направляется на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации. Соответственно, они уже накладывают, согласно Кодексу об административном правонарушении, те штрафные санкции, которые предусмотрены Кодексом. Если же ребенку нет 16 лет и установлен факт того, что родители купили или разрешили ребенку садиться на мототехнику, то также решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности. В Ленинградской области при правительстве создана комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. Одно из приоритетных направлений – работа с молодежью. Во время каникул проводятся обучающие занятия в загородных и школьных оздоровительных лагерях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok